Какую длинную изделие вы бы хотели? Ну, вот смотрите, мы же не можем сделать его сильно короткий, он будет примерно до бедер. Алисе всего 16, но она уже помогает вести уроки кройки и шестья для своих младших одноклассниц. А ее швейное мастерство высоко оценили в культурной столице России. На национальном чемпионате молодые профессионалы в категории технология моды девочка получила статус одной из победительниц. Конкурс был серьезный, изделие, а точнее куртку-бомбер нужно было сшить всего за 12 часов. И сложно было, но в то же время очень интересно. Особенно мне понравилось украшать изделие. А чем украшала? Когда мы украшали бомбер, нам дают всегда определенные материалы. И когда мы украшали бомбер, нам дали ленты, полукольца дали. Я сделала, чтобы капюшон затягивался, настричила узоры из желтых лент. Поставлю в исходное состояние. Так, сейчас начинаешь. Алиса и другие воспитанники коллектива регулярно принимают участие в национальных и всероссийских конкурсах. За спиной уже десятки модных показов коллекции ручной работы. Некоторые выпускники рассказывают преподаватели. Такое дополнительное образование даже используют в качестве заработка. Шьют стильную дизайнерскую одежду. Ходи, толстовки, костюмы. Спрос есть. Шить сложно. Сложно создавать коллекции. Грамотные коллекции. Но учиться надо. Дело в том, что у нас очень большой запрос от предприятий Алтайского края на тех, кто бы помог им в производстве. Увы и ах, портных, художников, модельеров и дизайнеров. Швей у нас недостаточное количество. Поэтому будущих профессионалов обучают не только швейному и дизайнерскому мастерству. В стенах краевого дворца творчества им преподают и дополнительные предметы. Изобразительное искусство, ритмику, уроки имиджа и дефиле. Ведь в индустрии моды, как подчеркивают преподаватели, нужно уметь себя подать. Поэтому главной задачей педагоги в своей школе видят воспитание творческих и уверенных в себе личностей. Мария Мацева, Александр Антропов. День с толком.